Вопрос от Simpson Dog. Расскажите о русской психиатрической больнице. Многие люди боятся этих мест. Кто там лежит? Как врачи относятся к пациентам? Насильно ли пичкают лекарствами? Попадались ли вам необычные пациенты? Страшно ли там? Почему у многих страх, что оттуда не выйдешь? Сегодня 15 апреля 2020 года. Я в своем лагере под Страсбургом, где я третью зиму пережил свои палатки в лесу. Судя по тому, что этот человек пишет с ошибками, который задал этот вопрос, то я могу предполагать, что у него могут быть какие-то проблемы с психикой. Потому что это важно. Видимо, он все-таки не маленький человек, не дитё, не подросток, а он уже довольно-таки взрослый и пишет с некоторыми такими довольно примитивными ошибками. Ну, например, оттуда он пишет раздельно. Ну, или что-то еще. Ладно, отвечаю. Я знаю психиатрические больницы, потому что я лечился от депрессии. И я побывал во многих больницах. Почему? Потому что в какой-то период моей жизни они играли роль гостиницы. В России разрушена сложная социальная структура, которая, как бы это сказать, то есть такой дикий капитализм в России привел к тому, что люди предоставлены иногда самим себе, и многие не выдерживают, умирают. У меня много близких довольно-таки мне людей, которые покончили жизнь самоубийством. Ну, не то чтобы много, и которые запили, допустим, стали алкоголиками или что-то еще. Буквально каждый третий из тех, кого я знаю, что-то с ним случилось страшное. Потому что общество ему не помогло. Общество не самолечится. Общество, цивилизованное, разумное общество, обладает ресурсами для самовосстановления. То есть для помощи своим членам. Даже дельфины друг другу помогают, но вот люди не всегда. Я был, я расскажу, где я был. Я был в Ленинградских в двух. Я был в Ленинградских в городской. Довольно-таки хорошая больница, потому что, видимо, местные там лечатся. В Ленинградской краевой, нехорошая. Видимо, потому что в ней много тех людей, которые, ну, бомжей, грубо говоря. Был в Волгоградской. Волгоградской я был, потому что у меня, я купил ноутбук тогда, и у меня не хватало денег на обратный билет, то есть от брата уехать. И я просто сам туда поехал, попросился, чтобы у брата поменьше жить, потому что его жена как-то не была настроена, чтобы я так долго у них оставался. Я побывал в этой больнице, и я повидал ее. Я был в Киеве, в Киевской больнице городской. Почему? Потому что я замерз в 2000... В каком году уже? В 15-м году замерз на острове Труханов. Замерз до камней в почках и до депрессии. И я пошел туда, потому что бы спастись от холода и от депрессии. Я побывал там, и я видел, как там был молодой парень, которого туда засунули, и там его держали. А там было голодно, очень голодно. Я нигде не видал, чтобы так плохо хормили, как вот в киевской психушке. Где еще был? Ну, в Ставропольских был, в СККПБ-2 в Туннельном, и в СККПБ-1. Кстати, об СКПБ-2 у меня написан рассказ на проза.ру, автор вас, нас латинскими. Там много о психушках вообще написано. И там, кстати, написано и о персонажах, и о врачах, и о взятках, и обо всем. И о карательной психиатрии в России. Кстати, здесь во Франции есть тоже... И в Евросоюзе она процветает, карательная психиатрия против беженцев. Поскольку беженцы это абсолютно бесправные существа, которых с ними что хочешь, то и дело, никто слова не скажет здесь. Ну, конечно, не то чтобы никто, но основная масса... Многие люди боятся этих мест. Кто там лежит? Ну, в рассказе подросток Эдик я описал то, что когда этот мальчик попал в больницу, его положили туда во взрослое отделение, ему было 15 лет. Что запрещено, кстати. И он тоже боялся, он тоже спрашивал. Вообще, когда людей туда помещают, в психушку их сортируют. Их помещают в наблюдательную палату и за ними наблюдают где-то дня три. Вот. И если его заранее знает этого человека, его сразу уже определяют, допустим, шизофреника к шизофреникам, параноика к параноика, к параноикам, алкоголика к алкоголикам. Ну, такие вот основные три фракции, я бы сказал. Ну, еще дебилы там всякие разные. Ну, есть основные. Дело в том, что человека с его психическим заболеванием влечет, он более как бы подходит к другим, таким же. Поэтому их и группируют. Меня поместили к алкоголикам, поскольку моей фракции там не было. Ну, алкоголики это не психически больные, это... Среди них даже и бывает, что и нет вообще никаких даже алкоголиков. И говорят, просто человек ушел в запой, никогда не пил, ушел в запой из-за несчастной любви. И вот его откачивают там в этом отделении, но он выходит оттуда и забывает навсегда об этой психушке. И я этого мальчика, я его успокоил и сказал, мы же среди алкоголиков с тобой, а алкоголики же не психи. Вот. Кто там лежит? Ну, вот разнообразные, все лежат. Вообще 4% от человеческой популяции психически больные, такие, что их надо лечить. 3-4%. Не постоянно лечить, но иногда подлечивать надо. Как врачи относятся к пациентам? Вообще все строго индивидуально. Я знал такого прекрасного врача, заведующего первым мужским отделением Старопольской, вот это СККБ, СКППБ, СК Старопольской клинической краевой психиатрической больницы, номер один в городе Старополь, Льва Григорьевича. Это человек, он сделал для меня добро и зло. Добро то, что он меня вылечил от депрессии. И зло то, что он заставил меня поверить, что такие, как он, бывают еще. Таких, как он, больше не бывает. Это действительно человек с большой буквы. Это умный человек. Это порядочный человек. Больше умных и порядочных психиатров я не встречал. Среди психиатров были как люди. Как люди довольно-таки сообразительные, умные. Как люди более порядочные, как основная масса. Но таких высоконравственных, как Гуревича, я не встречал. Для психиатра это, по-моему, все-таки важно. Быть высоконравственным. В основном эти люди, которые бабки гребут в отделении. Ну, в общем, такое все. Как они относятся к пациентам? Вот, соответственно, так и относятся, как бабло выбить или какую-то услугу с тебя выжить. Как можно говорить о лечении? А Гуревич, он лечил ради лечения. Он был фанатик этого. Насильно ли пичкают лекарствами? Да. Да, даже Гуревич применял лекарство как наказание. Ко мне один раз применил, когда я ставил чай. Там один полез вперед меня. И я... Ну, в розетку у нас была одна на все отделение. И я что-то ему сказал, и он ударил меня в лоб. Я, естественно, был очень раздраженный. В этот момент шла мимо нацмиссистра, и она его и меня поругала. Я сказал, что я не виноват, и грубо как-то сказал ей. И она на меня пожаловалась, и он меня присудил, к трем или пяти дням колоть мне такие лекарства, которые бы мне... Это не что-то страшное. Они просто дают такое ощущение неусидчивости, когда постоянно мучительные ощущения, тебе надо постоянно бегать, прыгать, отжиматься. Иначе тебе выворачивают все суставы. Но так как оно мне наложилось на мои лекарства, и мне стало от этого не очень хорошо, то он мне пораньше отменил. Ну, то есть, они очень легко используют лекарства для наказания, для лечения. Я бы сказал, ну, например, Боев, сын профессора Боева, который сейчас он, главврач Боев, этот младший, это СККПБ-2, один, когда я пришел, я как раз у него был первый раз, первый раз от депрессии. Он весьма глупо, тупо мне назначил лекарства, не поговорив даже со мной. А депрессия бывает такого рода, что достаточно с человеком поговорить, она начинает у него от этого проходить. То есть, это психоанализ получается, это помощь такая, психологическая помощь. Это человек строго по справочнику. Так, что-то в этом случае. Я у Буревича добился, чтобы он мне его сменил на другого. Хотя, другой у меня спрашивал, что мне назначать. Я сказал, да ладно, давай вот амитриптерин, по-моему, давай, ладно, вот это и пойдет. Это старое лекарство от депрессии пойдет. И Боев, он не выдержал такого позора и уволился тогда оттуда. А сейчас он главврач, это СККПБ один. Ну, то есть, сколько людей, столько и врачей разных. Необычные пациенты попадались? Честно говоря, нет. Ну, как, люди все необычные чем-то. Ну, мне попадался, допустим, психиатр, который сам себе диагностировал шизофрению, по-моему, и сам себе, так сказать, направил на лечение. Ну, то есть, пошел к другим психиатрам и сказал, я шизофреник, давайте пошлите меня на лечение. Его послали на лечение, я с ним общался. Вполне нормальный человек. Откуда у него какая-то там шизофрения, не знаю. Но, вот он был в отделении, лечился он. Я думаю, что необычный человек. Был еще необычный парень, двадцатилетний, который сам себя скопил, с ККПП номер два. О нем есть в рассказе о психушке в туннельном, на прозе.ру, автор вас нас. Страшно ли там? Да, бывает страшно, потому что в ленинградской краевой психушке меня именно закололи. Еще при поступлении. Как только я поступил, мне тут же вкололи укол, от которого я чуть там не сдох. И об этом тоже написано там же, на прозе.ру. там есть. И каждому, каждой медсестре, каждому медбрату, каждому врачу надо заново доказывать, что ты человек. Что ты не какой-то там вот совершенно там убитый, так сказать, псих, а что ты человек. И долго доказывать. На деле надо доказывать. И на раз в неделю, две. Ты этому доказал, он понял, что ты все-таки более-менее нормальный. Другой приходит, и он к тебе относится как к какому-то животному. Вот страшно, потому что, когда закрытое отделение, это страшно. Особенно, когда персонал, одна женщина новая поступила работать, я даже лицо ее запомнил. Она, когда оставалась каша на кухне, ее не хотели забирать домой для свиней там, она ведро выставляла прямо в отделение. И психи, они же не все нормальные. Они лезли туда руками в кашу, там это, слюни туда текли. Я сказал Гуревичу об этом, он ее уволил, по-моему, за это. Вот почему у многих страх, что оттуда не выйдешь. Только потому, только потому, что скотское, свинское общество, которое использует любую слабость своих близких для того, чтобы их задавить, у них что-то отнять. И все это скопом. Это все коммунисты запустили. Когда люди относятся друг к другу по-людски, у них пропадает ощущение, что психиатрия это клеймо. В обществах насилия, в обществах фашистских типа путинистских, где люди делятся на людей и не совсем на людей, там, если ты побыл в психиатрической больнице, это воспринимается, что ты не человек. Кстати, ну я сам так считаю, это подсознание, все подсознание, это трудно вытравить, это нужно родиться в другой стране. Если бы я полюбил девушку, влюбился в девушку, я узнал, что она посещала консультации хотя бы в психиатрической больнице, я бы от нее отказался. Такой менталитет. Это уже не изменишь. Здесь, во Франции, где-то еще, здесь нет такого в основной массе. В массе есть, наверное, но здесь есть какие-то проблески того, что если кто-то сходил к психологу, психиатру проконсультироваться или даже лечился от чего-то, то это нормальный член общества и другие не думают, что он какой-то другой, что это полуживотное какое-то. А в России нет. В России не так. А я не скрываю этого, то, что я был в психиатрических больницах, то, что я лечился от депрессии в психиатрических больницах. Я этого не боюсь, потому что это там мое, так сказать, как сказать, это моя гордость об этом говорить, потому что это показывает то, что я человек. Мне не важно, кто вы, которые пытаются меня толпой обмакокировать, там, обгадить. Мне важно, кто я. Я человек, потому что мне наплевать на этих подонков, которые обижают слабых людей. И если человек слабоумный, если человек кто угодно, но другие, найдя в себе какое-то превосходство над ним, его унижают, это говно я стараюсь вокруг себя убирать. Этого говно я не люблю наблюдать. Так же, как я еду в трамвай, допустим, в местном Страсбургском, какая-то мразь, я не буду говорить какой национальности, кладет свой башмак на сиденье рядом со мной. Я ему говорю, не слушай, ты убери. А почему, говорит он? А потому что я тут еду, потому что я, это вижу. Я не должен этого видеть. Убери. Когда меня не будет рядом, делай что хочешь, хоть сри себе на голову, когда я рядом этого не будет. Потому что стул, стол это престол Божий, там чистота должна быть на столе, мы там кушаем. И стул тоже. Мы на нем, так сказать, руку я могу на него поставить, то есть, это лакмусовая бумажка общества. Если в обществе человека, который лечился в психиатрической больнице, считают подсознательно каким-то недочеловеком, то это недообщество, и эти люди недолюди сами. Вот вам ответ. Это лакмусовая бумажка. Вот почему боятся. Ну, я думаю, что ответил на вопрос. Вы почитайте, там очень интересно написано. Спасибо за вопрос. 15 минут, я думаю, достаточно на ответ.